Почему они помогают нам настроиться на нужную волну и двигаться вперед? Первое, это признак, что я влияю, моя ответственность во всем. Что бы мы ни делали, никогда ни в коем случае никого другого нельзя винить. Получилось хорошо, я виноват. Получилось плохо, я виноват. Даже если я не виноват, строитель виноват, все равно я виноват, что я не допустил этого. Это просто принцип такой по жизни всегда. Он может быть кажется несправедливым, но просто если вы будете так думать, то вы будете искать решение, связанное с тем, как поправить свою систему. А не обвинить кого-то. Потому что бесперспективно на кого-то что-то скидывать. Вторая тема, это я влияю. Это разрешение продавать. Продажи, влияние, убеждения. Вот это ключевая вещь. Что значит я влияю? Это значит, что я даю себе разрешение влиять на судьбу других людей. У многих этого разрешения нет. С этим связана низкая оценка, самооценка. То есть мы должны понимать, что любое общение сводится к убеждению и продаже идеи. Либо вы продаете какую-то идею, либо вам ее продают. Иногда не хочется навязываться, особенно у скромных ребят. Если твоя идея сильная, если ты причина, если ты молодец, то твоя задача повлиять. Продать. Если ты понимаешь, что твой продукт классный, то преступление будет его не продать. То есть ты же доносишь пользу, цену. Это важная очень вещь. Очень важная вещь. То есть дать себе разрешение влиять. Это вот роман самого Стоевского. Право имею или тварь дрожащая. Это оттуда. Да, мы имеем право. Не надо убивать кого-то старушку, но просто можно дать себе разрешение. Да, ты можешь влиять. Пока ты не даешь себе разрешение, влияет на тебя. Не надо стоять в стороночке. Поэтому продавать это хорошо. Значит, третья – это тема демонстрация, проявление, общение. Это был вопрос. Условно, кто-то сказал, что если я сижу где-то дома у себя и жду кого-то. Нет. Все, что какой-то молодец, надо обязательно действием показывать, доказывать. То есть я себе принял такое решение. То есть когда страх или когда что-то, я вот рассказывал такой принцип, как я пошел выступать, был на сцене. Спикер говорит, кто хочет выступать. Ну, а я как бы застенчивый, ну, не иду. А перед этим был спикер, который говорит, надо действовать. Я такой, да, я буду действовать. Поднимаю руку. То есть, короче, движение, оно вперед страха. Если ты действуешь в движении вперед, идешь, то есть ты попадаешь в такое обстоятельство, когда, ну, ты уже не можешь не делать. То есть если сам не можешь, попадаешь в какое-то обстоятельство. Я поднимаю руку, все, иду на сцену. И, собственно, так вот началась там моя карьера, что я стал выступать. А так я сидел и лишь бы меня не трогали. Я всегда на последних партах сидел, ничего не делал. Вот так вот было. То есть это можно воспитать. Поэтому проявлять себя нужно обязательно. И везде быть первым. Я-я-я-я. Потому что только тогда вас видят, иначе не получается. Четвертая тема – не додумывать. Эти принципы, как бы то, что вот у меня есть, плюс которые ошибки. Ко мне приходит просто много людей, много очень ребят, с кем я общаюсь, сотни. С кем я лично общался и помогал выстроить систему. И вот эти самые частые ошибки, самые частые. Когда мы их правим, все нормально получается. Не додумывать. Что значит не додумывать? Когда мы думаем с клиента. А, ну это он хотел сказать вот это. Нам кажется, что он хотел. И для него будет лучше вот это. Не надо думать, спросите. Как для вас лучше всего будет? Правильно я понял, что вы это имеете в виду. В 90% случаев мы не угадываем. Вы можете угадывать, только если вы знаете вот ту психологию и те системы. То есть если вы суперподготовлены. И то, даже если я буду угадывать, я себе просто даже запретил угадывать тоже. Но если я буду угадывать, я буду угадывать в 50% случаев. А я очень хорошо в этом разбираюсь. Человек, который не разбирается, он будет думать то, что ему кажется, а не то, что есть. Поэтому всегда надо спросить. Потому что от этого зависит продажа. Поэтому не додумывать, нигде спросить, что ты имеешь в виду, почему ты так считаешь, почему тебе это важно, что ты видел из того, что я тебе отправлял, а что тебе понравилось. Ну и так далее. Так, пятая часть. Открытость. Новому. Если будете выполнять пятифакторный анализ личности, там есть такой отдельный пункт, это открытость как раз. Изменения. Не у всех оно есть. То есть это черта характера. Я хочу либо стабильное, либо к новому открытию. Вот. Но это черту характера. Вообще характер можно менять, кстати. У нас есть заложенные данные. Когда вы сделаете пятифакторный анализ личности, там у нас то, что изначально заложено, оно влияет по исследованию ученых на 30%. Остальное 70%. Это как мы воспитали. Характер из двух компонентов состоит. Изначально записанное плюс 70% влияет новое. Поэтому мы можем воспитывать свой характер. Если мы неаккуратны, мы можем быть аккуратны. Нам будет сложнее, но мы можем. Если мы можем там проявляться, да, или там выступать, мы можем это сделать. Вы можете находить в этом удовольствие. То есть это нормально. Это точно. И вот с этим подходом мы идем. Вот. Поэтому открытость новому, это как раз таки, окей, я этого не знаю, у меня это не получается, но это не приговор. Я не системный, я творческий, это не приговор, чтобы не поставить студию. Я не умею продавать, это не приговор, чтобы не продавать. Поэтому открытость новому и понимание там, что нужно учиться, очень важно. И это должно быть на уровне ощущений. Да, я в этом не разбираюсь, но я готов себя впитать. С таким посылом очень хорошо. Так, шестое. Оптимист. Это связано с энергией. Энергия. Оптимист, пессимист. Да, неважно, любая, что бы ни случалось, имеет два окраса, да, как минус, так и плюс. Мы всегда в плюс. Даже если что-то получилось очень плохое, мы ищем положительные свойства. Даже если не получается, это тренируется тоже. Надо тренировать. Да, тренировать. И это связано с энергией. Допустим, я не люблю делать какую-нибудь пигню. Вот последний раз я писал текст, я понимаю, что это не мое. Ну, просто не хочу это делать, не мое. Я себе перевернул свое сознание в позицию, что я пишу это один раз. Мне это нужно сейчас для описания ситуации для продажи клиенту. Но я уже, когда я его делал, я придумал систему, как это больше не делать, расписать это на этапы и передать копирайтеру. Ну, к примеру, канал веду там свой так же. То есть я на прогулке с собаками в обед гуляю, записываю, задиктовываю сообщение, а он пишет. То есть вот я делегировал, то условно там за 5000 рублей у меня ведется канал. Вот и все. Хотя я никогда не сяду и сам не буду писать. Вы получаете пользу, но кто-то сказал, что подписан и получает ответ на вопросы. То есть в целом интересно. Кто считает, интересно? Да, да, да. В целом интересно. То есть я бы этого никогда не стал делать, ну, потому что у меня времени не будет. А так вот приятность полезна. Поэтому ты придумываешь способ, это не проблема, это становится энергией. И придумывай, в общем, как проблему перевести в энергию, сменив подход. Это работает, это тоже тренировка. Так, и седьмое, это система. Это супер открытие даже для несистемных людей. Короче, всему есть, надо понимать очень простое, что мир устроен так, просто он устроен так. Это в природе заложено. Начиная там с травы, дерева и заканчивая человеком. На все есть система. Дерево растет системно. Корни, ствол и дальше. Вот это вот системное, вы можете себе вот здесь дерево такое нарисовать. То есть в природе уже так задумано. Поэтому нет несистемных людей, есть люди, которые не понимают эту сущность. Как только вы понимаете древовидную систему, вы понимаете, что любое дело можно разложить по системе. Любое. Начиная там с картины, заканчивая там личным брендом выступлением. Если вы это понимаете, вот это все, и начинаете думать, начинаете каждый день вот этой штуки искать. Так же, как психология влияния, искать какие-то подтверждения. То со временем вы уже становитесь так мыслить, которые мысли к вам ведут к результату. И транслируете это клиентам, транслируете это сотрудникам. Все, у вас получается классно. Сотрудники к вам приходят учиться, в принципе, к этому. Как дизайн делать, они, может быть, даже знают. Но вот этому видению и результату, которые получаются в видении, оно...